Под Курской орла война нас довела До самых вражеских ворот такие врат дела Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Говорит Москва Войска генерал-майора товарища Черняховского В результате стремительного наступления Овладели городом Курск Взяты большие трофеи Северо-восточнее Белгорода Наши войска после упорного боя Овладели городом Короче Тогда в 43-м мало кто понимал Что именно Курская битва стала переломным моментом В ходе не только Великой Отечественной войны Но и Второй мировой в целом Еще меньшее количество людей знало Победный результат стал возможен благодаря работе наших спецслужб И в первую очередь только что созданной организацией Которая получила пугающее название СМЕРШ Немецкая разведка и контрразведка действовали очень смешно Абвер, он вообще это конечно большую силу представлял Но потом наш СМЕРШ их переиграл в чистую Перед Курской битвой немецкий генеральный штаб и Абвер Задумали провести грандиозную операцию по дезинформации руководства советской армии Причем велась она на высочайшем уровне В ней принял участие даже сам Гитлер Который собственноручно расписался на изготовленных специально для этой операции В фальшивых картах немецких военных планов Если бы этой дезинформации в советском генштабе поверили То наши войска готовились бы к встрече с противником не на курском направлении А совсем в другом месте А значит исход Курской битвы был бы совсем иным Перелом мог наступить не в нашу пользу, а в пользу противника Но у врага ничего не вышло Дезинформация была своевременно разоблачена И в первую очередь благодаря работе агентуры СМЕРШ Днем рождения военной контрразведки СМЕРШ Считается 19 апреля 1943 года Именно тогда Сталин подписал приказ о ее создании Это было его детищем И как говорят даже название ему он придумал сам Дело было в сталинском кабинете в Кремле Где как раз обсуждался вопрос о целях и структуре военной контрразведки Кроме Сталина в кабинете был будущий начальник СМЕРШа Виктор Абакумов Как мы будем называть твою контору, спросил тогда Сталин Абакумов предложил несколько вариантов, но Сталину они не понравились Надо так назвать, чтобы было страшно, чтобы тебя боялись Предлагаю такой вариант СМЕРШ Смерть шпионов Предлагали название такое Смерть немецким шпионам Сталин сказал, что разве только вот шпионы немецкие Давайте назовем просто смерть, смерть шпиона Многие исследователи и сегодня задаются вопросом А зачем в середине войны Сталину понадобилась еще одна спецслужба В дополнение к уже имевшимся? Объяснение несколько 43-й был годом переломным Наша армия перешла в наступление И ей потребовался новый силовой инструмент Максимально приближенный к реальной фронтовой жизни Ведь оттуда, непосредственно с фронтов Все проблемы и недостатки были видны лучше Мне приходилось читать очень много документов Где они дают картину положения в той или иной армии И даже дивизии И зачастую эта картина существенно отличалась от той О которой докладывал Сталину Лаврентий Берия Сталин же любил знать правду А она могла родиться только после досконального анализа информации Поступившей из разных источников Кроме того, были и чисто политические причины Сталин прекрасно знал цену принципа «разделяй и властвуй» Необходимо было иметь определенную альтернативу Иберии И другим руководителям советских спецслужб И такой альтернативой стал СМЕРШ во главе с Виктором Абакумовым Абакумов был достаточно смелый человек Он неоднократно выезжал на фронт Беседовал с нашими генералами и офицерами не где-то в тылу, а на передовой Кто читал или смотрел знаменитую книгу Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 1944 года Там Абакумов не называется Но он вообще с большой теплотой пишет и об Абакумове Богомолов Этот фильм в августе 1944-го, снятый по мотивам книги Владимира Богомолова Стал, пожалуй, самой удачной военной кинолентой в современной российской кинематографии На сегодняшний день картине уже почти 10 лет Приятно, конечно, осознавать, что она стала уже классикой отечественного кино Ну и потом, после советских времен, это, мне кажется, единственная картина о войне Которая, в принципе, достойна ей называться Таковой бытию Как ни странно, но фильма этого зритель мог и не увидеть Неожиданный для создателя ленты скандал с Владимиром Богомоловым Едва не поставил на их работе крест Автор книги посчитал, что режиссер и сценарист Недостаточно точно перенесли на экран содержание его литературного произведения Он остался так недоволен фильмом, что даже подавал в суд С тем, чтобы запретить его выход на экраны К счастью, судебный процесс он не выиграл И картина получила право на жизнь Что же касается непосредственно героев истории Что касается представителей СМЕРШ Отношение к этим людям было совсем неоднозначное С одной стороны, их ненавидели С другой стороны, их боялись И с третьей стороны, им были абсолютно благодарны Ведь с их помощью действительно удалось создать Определенную систему противовесов Которая заставила все конкурирующие организации ГРУ, НКГБ и саму военную контрразведку СМЕРШ Действовать куда более эффективно А ведь в начале войны Наши спецслужбы зарекомендовали себя Далеко не с самой сильной стороны История, которая произошла под Москвой В период немецкого наступления Тому более чем красноречивый пример 5 октября 1941 года Командующий авиацией Московского военного округа Генерал Сбытов получил сообщение По нашим тылам, уже под Юхновым Не встречая никакого сопротивления Движется немецкий танковый корпус Докладывает наверх Он говорит, ты врешь, не может такого быть Это же наш глубокий тыл Ты что, говорит, панику сеешь В нашем глубоком тылу Ты уверен, что это немецкие танки? Может, это наши? Он говорит, я проверял, говорят Это самое немецкий, немецкий Целый корпус идет Так, а что ты вообще в тылу делал? Может, ты на немцев работаешь? Ты должен там на фронте воевать А ты там по тылам смотришь Вскоре за дверью кабинета генерала появились чекисты Сторожить потенциального шпиона, чтобы тот не сбежал Прекрасно понимая, чем это может для него кончиться Сбытов, тем не менее, на свой страх и риск Отдал приказ начать бомбить немецкие танки Во многом нас тоже спасло тогда что? Потому что немцы не могли понять, что происходит Они идут по автостраде, можно сказать Или там по шоссе Нету кругом советских войск Они думали, что их заманивают в котел И поэтому стали продвигаться уже медленнее Но, к счастью, информация о немецких танках У нас в тылу подтвердилась А вскоре высокое военное начальство Одобрило действия летчиков генерала Сбытова Которые первыми атаковали врага История эта прекрасно характеризует Ход мыслей наших спецслужб В начале войны Никто не хотел сознаваться в том Что банальным образом Прошляпил целый танковый корпус У себя в тылах Куда проще было назвать шпионом и диверсантом Человека, который его обнаружил И такая реакция была весьма распространенным явлением Неудивительно, что в первые годы войны Особистов в армии остро не любили Танкист Иван Когтев нахлебался от них немало Да и чему удивляться Сын врага народа А раз так, значит танк, которым он управлял Не мог застрять в траншее Из-за каких-то объективных причин А исключительно по злому умыслу Нас вызвал, весь экипаж вызвал Контрасведчик Сорокин Капитан Он был пьяненький в это время Они были все время пьяненькие Потому что в бой не шли А только наблюдали за солдатами Как мы идем в бой Чтобы мы не увиливались И после этого он выхватил пистолет Так об стол ударил И говорит, почему ваш танк попал в эту траншею Стал привязываться И на меня он особенно А ты, говорит, смотри Ты знаешь, где твой отец? Ты тоже туда попадешь Вспоминает стычку с особистом Из своего полка и летчик Герой Советского Союза Иван Молчанов Произошла она из-за немецкой листовки Подобранной пилотом на летном поле Немцы изготовили ее После провала Харьковской операции В ходе которой наши войска Понесли колоссальные потери Цветная листовка большая Значит, бежит Тимошенко Босиком На голые ноги шпоры одеты До колена эти штаны порванные Шпага болтается далеко внизу А сзади маленький-маленький Трусит Сталин Догоняет его И было написано Не хвались Идучи на рать, хвались Удирающийся рать Вот я эту листовку взял Ну и рассматривал, смеялся И сей факт не остался незамеченным К летчику сразу подошел особист Вражескую пропаганду читаешь? Так может, ты шпион И тебя надо отдать под трибунал? Я говорю, знаете что? Если бы мне нужно было Этой пропаганде податься Самолет-истребитель Летчик один Особенно я говорю На И-16 в 41-м году Ни радио, ничего Я мог повернуть и сесть к немцам Я говорю, а если попадешь в окружение Скорее ты сдашься немцам Чем я? Война – лучшая лакмусовая бумажка Какую только возможно придумать Она отчетливо выявляет в людях И все самое хорошее И все самое плохое Стоит ли удивляться, что этот тест Пришлось пройти и всем смершевцам Среди них были и герои Чья работа спасала сотни и тысячи жизней Но были и подонки Которых презирали свои же В контрразведке были всякие люди Был у нас, например, капитан Сфильщенко Уполномоченный одного волка Который на передовую боялся ходить Как выяснилось позднее Человек этот все свои отчеты Просто сочинял Узнавал в штабе у писаря, кто убит Задним числом заводил на него дело Как на потенциального шпиона А потом сам же закрывал его По той причине, что подследственный убит При этом его не интересовало Что на человеке оставалось Никем не смытое пятно подозрений В предательстве А ведь в те годы Это, помимо прочего, еще и ложилось Тяжким грузом на судьбу семьи погибшего Все эти махинации вскрылись лишь после войны Когда с одним из таких вот дел Вышла накладочка Получился казус Сейчас уже война закончилась Начальник вызывает меня немедленно Капитана Сильченко доставить сюда Начальник его с порога запытыли кей по морде Сволочь паразит Что-то сделал Оказывается, на командира батальона, который погиб Скромно было записано, что он был на оккупированной территории О том, что он был командиром партизанского отряда И секретарем подпольного райкома Тот человек скромный Не написал нигде Дальнейшую судьбу капитана Сильченко Владимир Бейдин не знает Его очень быстро убрали из СМЕРШа Но уверен в одном Этот человек понес заслуженное наказание Да и вообще считать, что СМЕРШевцы были в армии абсолютно все властны Неверно Владимир Васильевич Богомолов, который сам работал в СМЕРШе в контрразведке И он приводит очень любопытный пример Очень известный наш военачальник Горбатов Он в свое время сидел, в 1937-1938 год Проявил исключительное мужество Несмотря на допросы, на пытки, которым он подвергался Он так и ни в чем не сознался Это его фактически спасло И в 1940-м, по-моему, году он был выпущен Ну, как и Рокоссовский, ряд других Во время злоключений Горбатого на Лубянке Ему основательно повредили спину От боли спасал только регулярный массаж Который генералу делала медсестра Причем нарочно взял пожилую уже санитарку Чтобы что-то не подумали и так далее И один из представителей СМЕРШа Стал ее допрашивать Ну, интересоваться О чем они говорят А та передала это Горбатову А Горбатов, он сказал, что Горбатого только могила исправит Даже вот так очень был смелый человек, так сказать Убежденный очень, не боялся ничего Горбатов звонит Сталину Товарищ Сталин, я прошу вас освободить меня От командования армии Он говорит, в чем дело, почему? А потому что вы мне не доверяете Как я вам не доверяю? Тогда-то Горбатов и доложил Сталину О повышенном интересе СМЕРШа К его травмированной спине и массажистке Которая пыталась избавить его от боли Сталин помолчал А потом ворчаливо предложил Горбатову работать спокойно И не обращать внимания на излишнее служебное рвение особистов Положил трубку Через два дня в правде сообщение о присвоении Горбатого звания генерал-полковника А вот этот СМЕРШ, который интересовался у медсестры Был разжал он в рядовые и направлен на фронт А полковник, который руководил эти органы в дивизии Был разжал он в майоры и направлен командиром батальона Люди в СМЕРШе работали действительно разные И судьба Владимира Бейдина доказывает это лучше всего Ведь его взяли служить в контрразведку После того, как он побывал в немецком плену Хотя это было против права Правда, после плена он доблестно воевал, был разведчиком Ранение и сильная контузия сделали его для прежней службы негодным Тогда-то на него и положил глаз начальник дивизионной контрразведки Сначала поговорил с солдатом сам, потом отвел к начальству Тут с ним тоже долго беседовали, изучали биографию Мой жизненный путь, мою биографию Когда я дошел до плена, он говорит А вот ты никому не говори, дураков на свете много Начав службу в СМЕРШе, Владимир Бейдин познакомился с двумя следователями Были они тезками Оба носили фамилию Ёлкин Вот только на этом все сходство между ними заканчивалось Один Ёлкин сапожник по профессии А другой Ёлкин экономист Капитан Ёлкин, который экономист и гадец Он очень умный вел запрос И человек раскрывался А старший лейтенант Ёлкин тот больше горлом кричал, ругался Тут надо было действительно как вот доверяй, но проверяй Конечно, для этого нужно было как-то грамотно работать Это же борьба была, игра, понимаете, с обоих сторон Обоюдоострое Опытные исследователи пускали в ход все Но и сами освобожденные из плена солдаты помогали им как могли Ведь находясь в лагере, они прекрасно видели, кто и как себя вел Когда с разных лагерей приезжали сюда военнопленные Они встречали Вот идет и встречает Ага, я его видел там-то Он такой-сякой И многих разоблачали уже там сами военнопленные, зная их по лагерям Александр Буянов невольно стал свидетелем того, как работали смершевцы Фильтруя пленных из числа освобожденных нашими войсками узников немецких концлагерей Его часть оказалась на переформировании И у солдат было время понаблюдать за тем, как ведется такого рода работа Приехали органы СМЕРШ, контрразведки и прочее И начали везти из западных районов военнопленных наших, наших солдат, которые попали в плен И тут как бы проходила чистка, проверка, как он попал и прочее, и прочее Вспоминает Александр Буянов и то, как привезли из Норвегии бывшего советского солдата Который не только перешел на сторону врага, но и стал палачом в одном из фашистских лагерей смерти Павлова фамилия как будто бы, он был, свирепствовал там в лагерях И его привезли ребята, как экспонат, показать этого зверя, который издевался над этими военнопленными Ну тут, конечно, трибунал его определил в высшую меру наказания С такими разбирались особо, через следствие и военный трибунал Судьбу тех, кто не вызывал никаких подозрений, определяли прямо на месте Эффективность этой работы можно доказать просто За годы войны фашистским диверсантам не удалось провести на территории Советского Союза Ни одной, сколько-нибудь значимой диверсии Как вы смеете обгонять машину старшего по спальню? Извините, товарищ капитан, я не знал Мы снимали в Белоруссии практически все Снимали буквально так вот в местах, в которых проходили все эти боевые действия Ты понимаешь, что это происходило здесь, что вот здесь они ездили, что здесь это все было Вот эти леса, они топтали как бы там, не знаю, каждый сантиметр изучали действительно И эффект такой скрупулезной работы над фильмом оказался действительно сильным По крайней мере ветераны, которых не раз приглашали на специальные просмотры фильма в августе 44-го Подтвердили актерам и режиссерам В кино все было так, как в жизни, так, как во время войны Старики плакали, старики благодарили Это было, наверное, самой главной наградой и самым главным достижением Это мерило, это тот самый верхний ярус, который понимает, что вот мы чего-то такого Что-то у нас получилось, что-то мы добились И вот именно оценка этих людей, которые через это прошли Сегодня действительно может показаться, что все разговоры о многочисленных шпионах И диверсантах в нашем тылу и в нашей армии чистой воды выдумки Паранойя и мания преследования Но на самом деле немцы действительно забрасывали в наш тыл огромное количество своих агентов Причем очень часто про этих людей подумать было нельзя, что они работают на врага Виталий Чайкин в годы войны тоже служил в СМЕРШе И ему не раз пришлось сталкиваться с вражескими диверсантами Мы зашли в один дом, значит так, лежит девица, значит так Мы спрашиваем, кто это в хозяйке Она говорит, это моя родственница, моя родственница, да Ну, к ней паспорт, она с под подушкой выхватывает пистолет и выстрелила Мы ее схватили потом прикладом ей по руке, выбили этот пистолет Когда наши войска вошли на вражескую территорию Немцы в ответ ждали такой же жестокости и от советских солдат Ведь теперь под их сапогами лежала Германия Фашистская Германия, которая принесла столько горя всем нашим людям И она сдавалась, капитулировала Говорит Москва Акт о военной капитуляции Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине Когда мы подошли к границе с Германией Были поставлены громадные транспаранты Вот она, проклятая Германия Сразу же возникла забота А как поведут наши воины себя на территории Германии? Ведь после тех разрушений Тех издевательств над мирным населением Оккупированной территорией немцами У солдат была такая злоба Которую было трудно держать Андрей Малых вспоминает подготовку Которую вели среди солдат В том числе и органы СМЕРШ Раз за разом они объясняли людям Что советские войска пришли на немецкую землю Не для того, чтобы мстить А только с тем, чтобы очистить Европу от фашистской чумы Говорят, что, мол, Красная Армия Придя на территорию Германии Насиловала немок Били, грабили и тому подобное Я не могу сказать, что Не было случаев грабежа и насилия Конечно, они были Но это были единичные случаи И виновных в этом строго карали Вплоть до предания суду военного трибунала Вспоминает Андрей Максимович и трагикомический случай Который произошел с одним из наших солдат Молодой деревенский парень всю жизнь мечтал о велосипеде И выпросил таки его у командира Благо трофейных велосипедов было огромное количество Вот только счастье нашего солдатика было недолгим Тот на радостях подбежал в коптерку Схватил первый попавшийся велосипед, который стоял Из горы помчался вниз А у велосипеда тормоз не работал И он врезался в угол дома немецкого И насмерть Пронесся слух среди немцев, что солдата, советского солдата убили И замер город Небольшой городишко, там тысяч 15 населения Магазины закрыты Нигде ни одной души на улицах нет Командир вызвал Андрея Малых и велел ему разобраться В чем дело-то? Чего так испугались немцы, почему попрятались? Пришлось искать бургомистра И на ломаном немецком пытаться выяснить суть проблемы И тут солдату повезло Жена у главы этого немецкого городка оказалась русской Вышла замуж за немецкого инженера Из числа тех, что приезжали в Советский Союз в 36-38 годах И с тех пор так и жила в Германии И вот она объяснила Говорит, у вас же, говорит, погиб солдат И распространились слух, что это убили его немцы И теперь начнется расправа над немецким населением Что будут убивать каждого десятого Так вы знаете, сколько надо было вести разъяснительной работы Рассказывать и убеждать, что, во-первых, никто его не убивал Но это несчастный случай Во-вторых, что если даже бы его кто-то убил Из немецких граждан Никакой расправы все равно бы не было Искали бы преступника и судили бы по закону И такого рода разъяснительная работа уже среди местного населения Также была одной из обязанностей офицеров наших спецслужб Однако сегодня многие говорят Что для СМЕРШа в этот период войны Главной была совсем другая задача И даже приводят аналогию с Отечественной войной 1812 года После того, как русская армия, разгромив Наполеона, вошла в Париж Она увидела, что можно жить совсем по-другому Не так, как вскованный крепостным правом и дремучими традициями России После чего в 1825 году и произошло восстание декабристов Так вот, чтобы не повторилось чего-то подобного На СМЕРШ и была возложена обязанность пресекать любого рода инакомыслие Среди своих собственных солдат И в первую очередь среди более развитых и образованных офицеров Скорее всего, те, кто говорит так, правы Но таков был приказ высшего командования А при жизни товарища Сталина Невыполнение его приказов было не просто смертельно опасным А невозможно Задачей ставились охраны тыла войск Особенно, когда наши армии перешли уже на территорию вне Советского Союза Там тоже действовали уже диверсионные группы противника Бандитизм Известный герой Брестской крепости Петя Клыпа Он был задержан в Германии и расстрелян, как мародер Хотя он был герой Брестской крепости Вот метмарафон человеческий И нельзя прокрашивать, что все патриоты Да, была и Власовская армия Были и подразделения Те, которые покидали эти красноармейцы Были и расстрелы на глазах по военному трибуналу Все было За время войны с 1941 по 1945 год в плен попало более трех с половиной миллионов бойцов и командиров Красной Армии Из них миллион двести тысяч впоследствии перешло на сторону врага и сражалось в составе войск Германии Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что и к нам перебегало немало немцев Та же сухая статистика указывает, что на стороне Советского Союза в рядах Красной Армии сражался миллион немцев Это были солдаты германского вермахта, которые не хотели более стоять под знаменами фашизма Что же до шпионов, то только по приговору судов за дезертирство и измену Родине в Красной Армии было расстреляно 149 тысяч человек 15 дивизий Но немало предателей было убито своими же прямо на поле боя, без суда и следствия Психологически просто выдержать было невозможно Вот рядом парень как-то уйти от этого ада, взял, прострелил себе руку, чтобы как-то уйти в тыл Потому что невозможно от этого страха перенести Но тут его, конечно, ребята расстреляли сразу, рядом сидящие в окопах ребята убили его Командир полка пришел, глянул, говорит, все правильно вы сделали Самострел не положено ему жить Вот человек, когда находится на фронте, в окопе, среди окружения своего, в солдатской массе своих однополчан Его поведение там достаточно видно Или он сбрасывает все, в панике бежит, да? Или же он начинает говорить, какого черта мы тут гнием в этих окопах Будь проклятой и так далее Это что, действует морализующе или деморализующе на воина? Один готов стоять насмерть Или может быть Александром Матросовым Пойти и закрыть своим телом стреляющий там дзот оттуда А другой просто побежит Нервы, конечно, у всех разные, я понимаю Человеческий человек разный бывает Но в армии есть дисциплина Именно с этим вопросом С наведением в запаниковавшей армии дисциплины Связывают действия печально известных заградительных отрядов Говорят о них всегда очень эмоционально Одни исследователи описывают почти средневековые зверства Которые творили эти спецвойска Другие справедливо указывают на то Что такого рода подразделения были всегда и во всех армиях мира Панику каким-то образом ведь нужно было подавлять В начале войны, в 41-42 годах Действия спецвойск НКВД К которым и относились заградотряды Действительно были ужасны Под огнем пулеметов гнать в бой практически безоружные И плохо подготовленные войска преступно Но повторимся Таков был приказ Есть государство, есть государственные структуры Которые несут, выполняют в соответствии с законом Они же не просто так вот По какому-то прихоти там командующего Или там какого-то политработника Или там партийного Руководителя создаются Они имели свои права и полномочия А за превышение полномочий они тоже несли наказание Их функции были предотвращать панику Наводить порядок на переправах Проверять документы Задерживать дезертиров И так далее Вот у меня товарищ Доктор наук Он воевал с 42-го года в составе кавалерийского корпуса Владимир Горбунов Вот он рассказывал Я ему тоже задал этот вопрос Я-то не воевал Я говорю, слушай, вот ты воевал Ну-ка, что ты можешь сказать Он говорит, я тебе честно скажу Я об этих заградотрядах Узнал только после войны В 43-м, когда собственно и был организован СМЕРШ Заградотряды вместо карательных функций Наконец-то стали выполнять те Что изначально и были им предназначены Останавливать запаниковавших солдат Приводить их в чувство Заново организовывать И вновь воодушевлять на борьбу с врагом Андрей Малых хорошо помнит Как сам оказался среди тех, кто в панике побежал от врага Немец сосредоточил силы на узком участке фронта И как раз против нашей дивизии Бросили большое количество танков Смяли наши наступающие порядки И десантники дрогнули и побежали Я в 43-м году испытал, что такое бежать Когда царит паника Управление потеряно Немецкие танки идут И стреляют болванками А нас, сволочь, летит И создает такой звук Еще устрашающий Все это, естественно, нагнетает И давит Командир, дропанувший от врага десантной дивизии В которой и служил Андрей Малых Лично пытался остановить своих солдат Но толку из этого вышло мало На перекрестке дорог стоит командир дивизии Казанкин генерал С группой офицеров Без попахи шинель нараспашку И кричит Десантники Ну и матом кроет Вот что ж вы позорите мою седину Куда ж вы бежите Ситуацию переломило только то, что В нескольких километрах от линии фронта Побежавшие в панике войска Натолкнулись на заградительный отряд Заград-отряд остановил Причем мое счастье Что я однажды попал под заград-отряд Не знаю, как было в 41-м году Но в 43-м никто по нам из заград-отряда не стрелял Заград-отряд представлял из себя следующее Это были отрытые траншеи Уже в далекой глубине обороны нашей Там эти траншеи занимали части Внутренних войск НКВД Они останавливали Тут же формировали Боевые порядки подразделений Отделения роты Взводы роты И бегство было прекращено Даже солдаты, которые по понятным причинам Терпеть не могли штабных крыс А уж особистов сильнее прочих Отдавали дань их деятельности Особенно, когда ее результаты были наглядными Лев Гелла помнит, что и он сам и вся его бригада Остались целы только благодаря действиям СМЕРШа Старший лейтенант Солоха Игорь Иванович Пока мы стояли в этом селе Майкопском на Кубани Сдружился с учительницей, с молоденькой И она оказалась немецкой шпионкой Причем шпионкой самой настоящей, ничуть не выдуманной Разомлевший от женского внимания лейтенант Рассказал ей все, что знал Когда отправляется на фронт его бригада Куда именно она следует Девушка даже пришла на вокзал Провожать поезд своего возлюбленного Но как только состав тронулся в путь Вернулась к себе домой И тут же отправила шифровку Со всей собранной информацией Она дала телеграмму Своему руководству Что туда-то, в таком-то направлении Отправлены эшелоны Наша СМЕРШ, это контрразведка военная Перехватила Перехватила эту телеграмму Расшифровала И дала команду Срочно в сцепи Разгрузить нас Эшелон остановили Солдаты военную технику выгрузили И замаскировали в соседнем лесочке И едва успели сделать это Как налетели вражеские самолеты Правда, к счастью Бомбили они уже пустой состав Таким образом Вот это Мы спаслись Могли бы погибнуть Там, конечно Потому что немецкая авиация Не улетала Пока не достигала Своей цели Разбили все на наших глазах Но потом солдат посадили В другой эшелон И они смогли внести Свой вклад В общую победу 23 августа Войска Степного фронта При активном содействии С флангов войск Воронежского и Юго-Западного фронтов В результате Ожесточенных боев Сломили сопротивление Противника И штурмом Взяли город Харьков Все смершевцы проходили серьезную подготовку Конечно и у них была специализация Кто-то становился стратегом и мастером радиоигр Которых смерш провел немало Чем помимо прочего и заслужил звание Самой эффективной спецслужбы За всю историю 20 века А кто-то просто учился убивать врагов Тихо и предельно эффективно Знаменитый Виктор Спиридонов Один из создателей самбо В годы войны был офицером И проходил службу в разных спецподразделениях В том числе и в СМЕРШе Преподавал здесь и Василий Ощепков Радоначальник системы джиу-джитсу В нашей стране И второй из создателей самбо А этот человек был воистину легендой Еще в 1913 году Он получил свой первый дан А в 17-м второй из рук самого Дзигора Кана Так что бойцы в СМЕРШе Были подготовлены прекрасно Там нет случайных персонажей Каждый выполняет свою функцию Есть мозговой центр Есть центр физически активный Более скорострельный, более четкий Человек, который решает задачи Немножко другого плана Это Таманса Паша, мы не должны отсюда уходить Я категорически против Я не мальчик и не стажер У меня за розыск пять боевых орденов И требую, чтобы с моим мнением считались Сообщи, генерал, немедленно Я тебя прошу Требую категорически Можешь валить на меня, как на мертвого Я за все отвечаю Эта сцена, ключевая в фильме Снималась долго и тяжело Длинными кусками В ходе которых актеры просто не имели права Ошибиться ни на йоту А ведь тут были и психологизм И яростная динамика И одного из этой троицы вражеской играл Юра Пристром Полковник Начальник, могу ошибаться Но по-моему У него должность тогда была начальник Минского ОМОНа, по-моему Он играл Амбала Который шел за Сашей Балоевым Там был радист поменьше И вот Амбал Именно этого человека По сценарию и следовало захватить Героя Владислава Галкина Захватить жестко, по-настоящему И главное Без профессиональной помощи каскадевов Вот когда прозвучала Аскрементальная фраза В исполнении Жени Миронова Будьте любезны Это было сигналом Для того, чтобы Тамансов начал действовать Ну и он и начал Будьте любезны Пожалуйста Если это вас так интересует Обыскивайте Взвод! Окружай! Смешки! 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 Амбал пытается уйти Я его догоняю Сбиваю с ног Меняли ракурс И сбивал я его так раз восемь Наверное Я себя растянул В связке достаточно Синяя У Юры там что-то с ребрами Потому что я его догонял И сбивал практически В лед колено Ну, падал Слава Богу Он подготовленный Крепкий дядь Как-то он это все Терпел Может ты и позывные Своего передатчика уже забыл? Да! Не убивай! Позывные твоего передатчика! Быстро! Быстро! Старший! Быстро! О! Его кличка Я радиограмм Крепцовку! Настоящая! Настоящая! Не слышу! Мишенка! Но все-таки Это было только кино В реальной жизни Во время войны Все было куда страшнее Тем более Что немецкие шпионы И диверсанты С которыми приходилось Сталкиваться нашим Смершевцам Были подготовлены не хуже Достаточно вспомнить Что в рамках подготовки К Олимпиаде 1936 года Которая проходила В фашистской Германии Было проведено Несколько чемпионатов Страны по джиу-джитсу И боевому дзюдо Кроме того Именно в Третьем Рейхе Прошли первые Показательные схватки По системе Японского Кулачного боя А попросту говоря По карате Но противостоять Врагу Даже с такой подготовкой Тоже надо было учиться Существовало Несколько школ Курсов Со своей спецификой Именно работы В войсках В Москве Было две школы В частности Первая школа Смерть Вторая школа Смерть Вот две школы Существовали Время войны Там Преподаватели Были Разные Которые Притвовали Непосредственно Технику Оперативно-розыскной Работы Шифровальные Дела Тоже очень Важно было Бойцов Спецгрупп Учили вести Допросы Вербовать Противника Ломать его Волю Подчинять его Себе В итоге К концу войны Смершевцы Имели не меньшую А зачастую И большую Агентуру Чем их коллеги Из политической Или военной Разведки При этом Смерш Не только Отправлял людей В прифронтовую Полосу Для добычи Сиюминутной Тактической Информации Внедренные В том числе И в Абвер Офицеры Нашей Контрразведки Поставляли Серьезную Стратегическую Информацию Помимо этого Смерш За годы Войны Провел Несколько Десятков Радиоигр С противником В ходе Которых Мы не только Получали Разведывательную Информацию Но и Успешно Дезинформировали Противника Причем Для этого Использовалась Немецкая Агентура Некоторых Из них Удалось Перевербовать И потом Они уже Действовали Как наши Агенты Один из них Лейтенант Григорьев Даже потом Был награжден Орденом Красной Звезды Или Боевого Красного Знамени Он в течение Двух Месяцев Вел Передачи То что ему Поставлял Генштаб На немцев Даже Сталин Занимался Специально Интересовался Ходом Этой Операции И дал Ряд Совет Но такого Рода Операции Были хоть И эффектны Но не так Важны Как ежедневная Рутинная Работа Которая Тем не менее Спасала Тысячи Жизней В условиях Войны Любые ошибки Приводят Гибели Огромное Количество Того же Личного Состава И Буквально Я услышал Фразу От человека Прошедшего Войну Говорит Да Смерш Это страшно Но им было страшно Потому что Если они Не выполнили То что им положено Их точно так же И ставили к стенке Да Они Истребляли Они истребляли Десятки Иногда сотни Но они спасали Тысячи И тысячи Жизней Большинство Данных По работе Смерша До сих пор Засекречено По этой причине Нет возможности Назвать Неточное число Сотрудников Органов Контрразведки Ни цифру Понесенных Ими Потерь Известно Лишь Что за годы Войны Боевыми Орденами И медалями Были Награждены Две Тысячи Четыреста Сотрудников Смерша Четырем Из них Присвоены Звания Героев Советского Союза Вечная память Солдатам Великой войны Солдатам